Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Кучеренко Ольга Фёдоровна. Я являюсь исполняющей обязанности доцента кафедры русского языка КГМУ. Вашему вниманию представляется лекция на тему риторика и культура речи в профессиональной подготовке менеджера здравоохранения. Наша лекция ставит перед собой следующие задачи. Ознакомление с понятием эффективной профессиональной коммуникации в деятельности менеджера здравоохранения. Рассмотрение содержания понятий ораторского мастерства, техники речи и культуры речи. И последняя цель – анализ коммуникативных качеств, необходимых для выступающего перед аудиторией. Для реализации и достижения заданных целей мы рассмотрим следующие вопросы. Их всего три. Первый вопрос – мастерство выступления перед аудиторией, особенности звучащей речи. Во втором вопросе мы охарактеризуем технику речи выступающего. И в третьем – культуру речи, как необходимое качество оратора, коммуникативное качество речи. Итак, приступим. Что же такое мастерство выступления перед аудиторией? Деятельность менеджера здравоохранения предполагает не только выполнение профессиональных обязанностей по организации оказания медицинских услуг, но и умение общаться с широким кругом людей. В этот круг входят коллеги, подчиненные, пациенты и массовая аудитория. Все это требует мастерства публичного выступления, которое в себя включает ораторские навыки и культуру речи. Иными словами, мы можем сказать, что мастерство выступления перед аудиторией – это прежде всего ораторское мастерство, которое приобретается через постижение, с одной стороны, теоретических основ риторики, и, с другой стороны, посредством практики, то есть публичных выступлений перед слушателями. В связи с тем, что мы рассматриваем риторику в профессиональной деятельности менеджеров здравоохранения, мы должны отметить, что дополнительных усилий требует выработка специальных ораторских умений у руководителей, то есть менеджеров. Мы понимаем, что любая карьера, если работа направлена на общение с людьми, в большей степени зависит от успешного использования ораторского мастерства и правильно выбранного момента для его применения, то есть зависит от коммуникативной культуры выступающего. При этом мы помним, что коммуникация – это общение. Итак, что же такое коммуникативная культура выступающего? Это ораторское мастерство, которое предполагает наличие коммуникативной культуры, включающего умение произвести хорошие впечатления во время беседы с партнером, способность таким образом выразить свои мысли или рассказать о предложении, чтобы партнер непременно заинтересовался, способность адаптировать форму и содержание речи к характеру аудитории или конкретного собеседника, умение активно оценить адресата и создание максимально благоприятных условий для разговора. Мы понимаем, что невозможно одинаково строить выступление перед, скажем, коллегами и перед непрофессиональной аудиторией, перед взрослыми людьми и школьниками. Без учета особенностей адресата, публичные выступления и межличностное общение обречены на права. В целом же можно сказать, что коммуникативная культура оратора – это и соблюдение этических норм в общении. Для менеджера в области медицины этические нормы сочетают в себе так называемые общечеловеческие представления об этике и морали с профессиональными нормами общения, включающими в себя следование, хорошо известное вам, клятри Гиппократа, соблюдение законов и инструкций, с помощью которых государство и общество регламентируют работу медика. Сегодня от медицинского работника отдельный человек и общество в целом, кроме профессиональной компетентности, ожидают проявления гуманизма, сочувствия. Эти качества проявляются не только при оказании медицинских услуг как таковых, но и при вербальном, то есть словесном контакте в процессе коммуникации, как личностном, так и публичном. Формирование мастерства публичного выступления начинается с осознания особенностей звучащей речи. Что такое звучащая речь? По самому названию, по самому термину мы понимаем, что звучащая речь – это речь, которая рождается в момент говорения и предполагает, как правило, непосредственный визуальный контакт с адресатом. Для устной формы речи характерны особенности, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом. Вот вам представлен список, полный список основных особенностей устной речи. Сейчас мы с вами дадим краткую характеристику каждой из них. Импровизация. Что такое импровизация? Это спонтанность, неподготовленность, то есть способность продуцировать, производить речь без непосредственной подготовки. Умение корректировать выступление в соответствии с ситуацией общения. Когда выступающий может ответить на возникший вопрос в общении, погасить агрессию, успокоить, воодушевить. То есть таким образом отреагировать, как этого требует ситуация общения. Все возможные случаи заранее предусмотреть нельзя. И только общая подготовленность оратора может позволить ему импровизировать, то есть создавать текст непосредственно перед аудиторией. Еще одной особенностью звучащей речи является использование невербальных средств общения. Мимики, жестов, позы. Они используются с целью создания большей выразительности и с целью экономии речевых усилий. Почему? Потому что один жест может заменить целое высказывание. Конечно, мы понимаем, что звучащая устная речь обладает большей свободой в выборе языковых средств по сравнению с письменной речью. Например, в выступлении любого жанра и стиля мы можем включить разговорные элементы. Это помогает установить контакт с аудиторией и поддержать ее интерес к выступлению. Потому что именно разговорные элементы создают живость разговора, создают иллюзии того, что оратор не готовился к выступлению заранее, а сейчас только на глазах публики рождает текст выступления. В связи с этим устная речь должна избегать сложных синтаксических конструкций, объемных, длинных предложений. Нужно ограничить в употреблении причастные и депричастные обороты, которые затрудняют восприятие речи. И, конечно, в связи с этим нужно по минимуму включать в выступления статистические данные, незнакомые имена, фамилии и тому подобного. То есть всей той информации, которая с трудом воспринимается на слух. Но часто выступление не может обойтись без этой информации. Так вот для этого рекомендуется использовать следующую особенность в устном выступлении. Такое, как использование наглядности. То есть слайдов, плакатов и любого другого подобного вспомогательного материала, который помогает лучше воспринять и запомнить информацию. В связи со всем сказанным мы можем сказать, что немаловажную роль в успехе публичного выступления играет техника речи оратора. Почему? Потому что очень важно бывает не только то, что говорится, но и то, как говорится. Техника речи включает в себя использование дыхания, тона, интонации, тембра, темпа и громкости речи. Ну и, конечно, всем известной дикции. Коротко можно охарактеризовать каждую составляющую техники речи следующим образом. Техника речи включает в себя использование дыхания. Дыхание – это процесс управляемый, когда оно непосредственно связано с произнесением речи. Такое дыхание называется речевым и требует специальной тренировки. Подтоном голоса подразумевает эмоционально-экспрессивную окрашенность голоса, который способствует выражению речи говорящего, его чувств и намерений. Тон речи может быть добрым, злым, восторженным, официальным, дружеским и так далее. Он создается с помощью таких средств, как увеличение или ослабление силы голоса, паузы, убыстрение или замедление темпа речи. Тесно с тоном связано с понятием интонации. Интонация – это важное смыслоразличительное средство языка. Одно и то же предложение, произнесенное с разной интонацией, приобретает иной смысл, может приобретать разный смысл. С помощью интонации мы выражаем различные коммуникативные цели, то есть утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. Часто интонации, с которой произнесена фраза, доверяют больше, чем словам, то есть прямому смыслу фразы. Кроме того, интонация несет важную информацию о самом говорящем, о человеке, о его настроении, отношении к предмету и собеседнику, о характере и даже о профессии. Учитывая особенности аудитории, важно не ошибиться с выбором тона и интонации. Современная аудитория не приемлет менторского тона, повелительных интонаций. Убедительность достигается с помощью атмосферы доверия и соответствующей окраски речи. Сегодня, например, невозможно приказать людям соблюдать здоровый образ жизни, делать прививки и тому подобное. Нужно быть логичным, компетентным, опираться на проверенные данные, чтобы донести до аудитории необходимость всех этих явлений. Тембром голоса называют его неповторимую индивидуальную окраску, которая обусловлена строением речевого аппарата. И здесь каждый тембр является уникальным для каждого человека. Если говорить о речевом темпе, то он может быть быстрым, медленным, ускоренным и неспешным. От него может зависеть, как аудитория слушает выступление. И здесь важно варьировать темп, не говорить все время в одном темпе, иначе речь будет монотонной и плохо восприниматься. Громкость голоса – это еще одна очень важная характеристика техники речи, владеть которой должен каждый хороший оратор. Одинаково необходимо умение говорить громко и тихо. Владея способность варьировать громкость голоса, можно выделить самые важные места выступления. Например, уменьшив громкость голоса, заставить аудиторию внимательно прислушиваться. Дикция. Пожалуй, ключевое понятие техники речи. Сам термин происходит от латинского diccio – произношение. Это четкое произнесение звука в соответствии с фонетическими нормами языка. Иначе мы говорим, что дикция – это ясное, отчетливое произношение звуков речи, слов и фраз, что определяет разборчивость речи и, следовательно, ее понимание другими людьми. Хорошая дикция свободна от шепелявости, гнусавости и заикания. Иначе слушатель будет отвлекаться на все неточности, на все ошибки и будет плохо воспринимать само содержание речи. Мы говорим, что техника речи требует тренировки. И для этого существуют специальные упражнения и тренинги. К сожалению, формат лекции не позволяет рассмотреть эти упражнения подробно, но, как правило, они отрабатываются на практических занятиях. Итак, мы переходим к очень важному вопросу нашей лекции – культура речи как необходимое качество оратора. Пожалуй, определяющим качеством выступающего публичета является культура речи, то есть наличие качеств хорошей речи. Эти качества включают в себя правильность, чистоту, точность, богатство, выразительность, уместность и логичность. Обращаю ваше внимание на то, что только совокупность, так сказать, совместная работа всех этих качеств делает речь хорошей. Нарушение хотя бы одного из этих качеств наносит ущерб публичному выступлению и подрывает авторитет говорящего, вызывает сомнения не только в его ораторском мастерстве, но и в профессиональной компетентности. Центральным качеством из перечисленных является такое качество речи, как правильность, то есть соответствие речи нормам современного литературного языка. Соблюдение правил орфографии, то есть правильного письма, если это речь письменная, орфоэпии, то есть правильное произнесение, если это речь устная, правил использования лексики и грамматики. Для выработки правильности используют упражнения, направленные на освоение норм языка на всех уровнях, от фонетического до грамматического. Это хорошо знакомые всем по школьному курсу упражнения на освоение правил, орфографии, орфоэпии и так далее. Ораторы, которые неправильно ставят ударение в словах или нарушают нормы произношения, теряют доверие аудитории, будь они даже авторитетными профессионалами в области медицины или в любой другой области. Например, показательным для высокой культуры речи оратора является образношение таких слов, как квартал, не квартал, средство, средство, не средство, договор, не договор, договоры, нежелательно договора, инцидент, не инцидент и много-много других слов, которые являются такими маяками, показателями. Если человек правильных произносит, значит он обладает хорошей речью и прежде всего владает таким качеством его речи, как правильность. Чистота, точность и богатство речи связаны с лексическим уровнем языка, его семантикой, то есть значением слов. Что же такое чистота? Чистота предполагает исключение из выступления слов-паразитов, диалектизмов, жарганизмов и тому подобных элементов, которые засоряют речь. Например, многие выступающие грешат наличием в речи таких слов-паразитов, как «ну, вот, значит», которые не несут никакой информации в высказывании, а только забивают речь ненужными элементами. Точность. Это употребление слов в соответствии с их лексическим значением и с контекстом. Чаще всего трудности в их употреблении касаются терминов и наязычных слов. Например, путаются понятия «психолог», «психотерапевт», «психиатр» или «дальтист», «стоматолог». Часто выступающие или просто говорящие люди употребляют слова, не зная точного их значения, пролонгация, перфекционизм и другие. Богатство речи – это пополнение личного словарного запаса, создание его разнообразия, употребление в речи как можно большего количества языковых единец. На выработку названных качеств речи направлены упражнения по освоению лексического значения слов. И, конечно, чтение художественной литературы. С этим же процессом чтения связано усвоение и такого коммуникативного качества речи, как выразительность. Она включает в себя употребление средств, воздействующих на чувства, воображение слушателя. Это прежде всего образные, изобразительные и эмоционально окрашенные единицы, так называемые тропы, в первую очередь метафоры, сравнения, эпитеты и некоторые другие. Данное качество речи оратора формируется в процессе изучения признанных образцов публичных выступлений, художественных произведений как современного искусства слова, так и классики. Выразительность требует творческого подхода к созданию текста и во многом обусловлена художественными способностями автора высказывания. Следует иметь в виду, что такими средствами не следует перегружать речь в процессе делового и официального общения. Наиболее предпочтительными в подобных ситуациях можно признать разного рода сравнения. Например, полезные бактерии возможно сравнить с друзьями, защитниками, а патогенные с врагами, агрессорами. Такое сравнение не будет надуманным и не будет входить в диссонанс с деловым общением. Уместность определяется соответствием выступлений с ситуацией общения, характером аудитории и стилистическим нормам литературного языка. Овладение уместностью осуществляется в процессе изучения стилистического деления языка и его жанрового разнообразия. Несомненно, это качество оттачивается и в практике публичных выступлений, когда оратор безошибочно дозирует профессиональную лексику для подготовленной и для неподготовленной аудитории, включает корректное количество разговорных элементов и прочее. Так, большое количество незнакомых, малопонятных слов, сложных терминов может создать атмосферу непонимания, отторжения и в результате привести к провалу публичного выступления. Логичность. Логичность характеризует высказывание с точки зрения его содержания, требует соблюдения законов логики, аргументированности и доказательности выступления, то есть воздействия на разум адресата. Это одно из самых труднодостижимых качеств оратора, поэтому требуется более детальное рассмотрение и характеристика этого качества. Мы знаем, что учение об ораторском мастерстве, искусстве, риторике связано с именем Аристотеля, который предполагает три составляющие общения. Согласно Аристотелю, существует три метода убеждения слушателя. Этос, то есть демонстрация личных качеств говорящего, чтобы убедить людей в том, что его стоит слушать. Пахос, взывание к чувствам слушателя. И логос, убеждение с помощью логических построений. Немаловажным умением является и способность выстроить композицию текста, расчленить его на структурно-смысловые составляющие, такие как абзац, сложные синтаксические целы. Вырабатывается логичность в процессе формулирования темы, цели выступления, создания его плана, написания, введения и заключения, подбора материалов и иллюстрации. Кроме того, существует четыре основных закона логики, о которых должен знать каждый оратор. Хочется остановиться на них чуть подробнее, потому что учебные материалы редко рассматривают их детально. Итак, четыре закона логики, которые обязан соблюдать каждый оратор. Закон тождества, закон противоречия, закон исключения третьего и закон достаточного основания. Итак, закон тождества звучит следующим образом. Предмет мысли на протяжении всего высказывания должен оставаться неизменным. Например, конкретная тема выступления не должна переходить в пространные рассуждения по поводу, чтобы не уводить от решения насущной проблемы. Второй закон, закон противоречия, сформулирован так, не могут быть одновременно истинными противоположные высказывания об одном и том же. Например, в таком высказывании, как «наше лекарственное средство не имеет побочных эффектов», так какие же побочные действия может иметь наше лекарство? Вот именно в таком высказывании нарушен закон противоречия, потому что оба утверждения взаимоисключают друг друга. Третий закон, закон исключения третьего. Между двумя противоречиями друг другу высказываниями не может быть третьего верного в том же отношении. Например, в высказывании у нас совсем не было проблем, было только недофинансирование проекта. Так вот, между двумя утверждениями у нас не было проблем и у нас были проблемы, появляется комментирующее высказывание, которое полностью противоречит первому утверждению «у нас не было проблем» и больше совпадает со вторым «у нас были проблемы». Как же следовало построить эту фразу, чтобы она была верной? А следовало бы сказать так, у нас были небольшие проблемы, эти проблемы связаны с недостаточным финансированием проекта. Наконец, четвертый закон логики, который необходимо соблюдать оратору. Закон достаточного основания. Звучит он так, всякое истинное высказывание должно быть обосновано, доказано другими высказываниями, истинность которых несомненна. Например, этот закон нарушен высказыванием, который не подтвержден фактическими данными. Например, можно сказать так, наше лекарственное средство самое эффективное и не имеет аналогов. Если не подтвердить это данными изучения лекарства, то оно будет считаться ложным. Итак, еще раз подчеркнем, что только все семь рассмотренных коммуникативных качеств речи в совокупности делают публичную речь качественной, эффективной и целесообразной. В результате мы приходим к выводу о том, что формирование навыков ораторского мастерства у менеджеров здравоохранения это задача многокомпонентная, требующая комплексного решения, которое может быть реализовано в рамках профессиональной подготовки учащихся медицинских вузов на занятиях по русскому языку и профессиональному русскому языку, а в идеале на занятиях по культуре речи и риторике. В итоге мы должны получить специалиста, обладевшего ораторским искусством как комплексом, состоящим из культуры речи, ораторского мастерства и коммуникативной культуры оратора. На этом я считаю все запланированные вопросы рассмотренными и предлагаю вам ознакомиться с использованной литературой, представленной на слайде. Его можно будет рассмотреть более подробно в индивидуальном порядке. Итак, благодарю вас за внимание. Всего доброго, друзья! Субтитры подогнали Симон.